МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За их жизнь, по крайней мере, нет внутреннего кровотечения. Двое взрослых, один здесь, житель Узбекистана, тяжелые травмы, но в сознании. В сознании вся помощь оказана, все скорые, бригады. Все было моментально на месте трагедии, скорые подъехали. Погибло 16 человек. Сейчас говорят про 21. Нет, 16. 37 человек сейчас находятся в ПВРе. Мы их разместили в клубе. Я только что с ними встретилась. Они, конечно, в шоке, это понятно. И мы сейчас везем им. Мы уже выдали им одеяло, накормили. Сейчас их в гостиницах разместим. Горячий обед у них будет 12 часов. Значит, правительство Узбекистана приняло решение отправлять борт. Поэтому мы сейчас им дадим одежду, везем спортивные костюмы, наборы, потому что практически вещей у них никаких нет. Питание. Поэтому откликнулись бизнесмены области. То есть мы их оденем, обоим, питание с собой дадим. Эти 37 человек. На месте трагедии работают все следователи. Транспортная прокуратура, Следственный комитет Владимирской области, УВД по Владимирской области, Транснадзор. Почти что уже под утро со мной разгорел министр транспорта Соколов, начальник РЖД Белозеров, Беглов, Полпред, Ярин, руководитель департамента администрации президента. Со всеми на связи. Поэтому сейчас очень важно, первое, как только следователи проведут работу, мы отправим трупы во Владимир. Машины уже стоят, морг уже есть, все подготовлено. Почему? Потому что должно быть опознание. Всем тем, кто 37, сейчас дали возможность, чтобы они родственникам сказали, вот сейчас, кто в больнице, я попросила прям набрать, чтобы... Потому что это важно. Звонят с Казахстана, звонят с Узбекистана. Вот, поэтому... Вы сейчас пообщались, я так понимаю, с пострадавшими в больнице, они рассказывают, как это все произошло. Вы знаете, он в шоке, рассказывают вот эти в ПВРе, можно с ними встретиться, они вышли толкать этот автобус. Если говорить о оформлении переезда, он оформлен по последнему слову техники. Там такой шлагбаум, но это специалисты. Почему он заехал? Понимаете, да? Если шел поезд, да, в чем, кто виноват, да? Дежурная, конечно, испуганная, тоже с ней поднималась, говорила, она ничего сказать толком не может. Но здесь, в этой ситуации, надо, чтобы специалисты отработали. Нам важно, чтобы это не повторилось. Почему они объезжали посты Орехово-Зуевские? Вот последний вопрос, как они там оказались? Как оказались? Ну, вот так оказались, собрали деньги на автобусы, их повезли автобусом. Понимаете, да? Поэтому здесь сейчас важно, чтобы это больше не повторялось. Все равно мы работаем, у нас хорошие отношения с Узбекистаном, с Казахстаном. Естественно, наши люди туда ездят на работу, их люди к нам приезжают на работу. Они в Москву ехали? Они ехали из Москвы, они ехали на Нижний Новгород, они работали в Подмосковье, они автобусом двигались как бы к себе на родину. Поэтому теперь очень важно просто разобраться, чтобы больше такого не повторяло, чтобы не было таких человеческих жертв. Вот в чем вопрос. А почему они неизвестны, почему они не поехали по трассе? Значит, что-то было, может быть, почему они объезжали посты. Вот сейчас надо разбираться. Но сейчас важно помочь людям, а потом уже разобраться. Поэтому очень переживает и правительство Узбекистана, и разговаривал вице-премьер уже с министром Соколовым. Все федеральные структуры, министр МЧС провел уже селекторное. Я создала штаб, штаб возглавил мой зам Лобаков Александр Борисович. Потому что масса вопросов, которые сейчас здесь надо решать, на месте.